ПЕСНЯ 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 Старый клен, старый клен, старый клен стучит в окно, Приглашает нас с тобою на прогулку. Отчего, отчего, отчего так хорошо От того, что ты идёшь по переулку Отчего, отчего, отчего так хорошо От того, что ты идёшь по переулку Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дорогие друзья 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 троих сыновей. КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. А вы знаете, очень приятно слышать оркестр живьём. Сейчас это так редко слышим. Больше работает электроника. Но вот видите, сегодня и специально для этого вечера вот создался такой оркестр. Его пока названия нет, но я думаю, в скором будущем будет у него и название, и свой почерк. Они играют дексилент, это очень сложный приём джазовый. И ещё одна вещь, она будет сейчас исполнена. А я вам хочу представить состав этого оркестра. Алексей Луценко, встаньте, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Ханчин. АПЛОДИСМЕНТЫ Анатолий Чернявский. АПЛОДИСМЕНТЫ Вячеслав Смирёнов. АПЛОДИСМЕНТЫ Владимир Ефремов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Браво или БИС! А в переводе это означает счастье! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Насколько endpoint. Д crianças и поучить Казахстан! Казачка, ты я, ой, я Лёшу поджидала, Я Лёшу поджидала, поджидала и страдала. Что-то Лёша не приходит, ой, разлюбив другой, он ходит. Ох, Лёша, где ж ты ходишь, ой, на свидание не приходишь. Ну как же я не прихожу, целый день уж здесь нежу. У Калистия стояла, и тебя там поджидала. А я в кустах тебя искал, всю рубаху и огорвал. Под рябина я сидела, а на дорожку я взяла. Так я пришёл, собаки лают, испугался, поргусают. О, Лёша, дорогойся, хорошо нас здесь тобой. Моя милочка страдает, сердце кровью обливает. О, Лёша, дорогойся, Моя милочка страдает, Моя милочка страдает, Моя милочка страдает. Это были калачинские страдания в исполнении Любови Пониванова и Николая Бушенко. А сейчас мы приглашаем на сцену ансамбль «Домино» Воскресенского Дома культуры, руководитель Галина Перязева. Барыня! КОНЕЦ 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 ПЕСНЯ 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 КОНЕЦ Спасибо, дорогие друзья, за подарок юбиляру, а мы продолжаем наш вечер. И, на мой взгляд, немаловажный факт из биографии нашего дорогого юбиляра. В 1961 году Николай Абушенко был призван в ряды вооруженных сил. Прямо с театральной сцены он попал в армейскую жизнь и вместе с тем связанную как-то с театральной деятельностью. В ансамбль песни и танца северной группы войск в Польше. Служба, конечно, была нелегка, поскольку приходилось и петь, и нести, и службу нести, как говорится, как и для любого какого-либо воина. Так вот, один из случаев из этого периода жизни. В то время по Польше гастролировал Аркадий Райкер. Как-то он случайно попал на репетицию, где Николай Владимирович читал юмористический монолог. После репетиции он подошел и предложил. Вот текст, как преподнести его зрителю, это твое дело, думай. И вот что из этого получилось. Николай Абушенко читает разговор с воинствующей безбожницей. На глазах очки, на голове кусочек. А в руках? Вот емте вот, где здание. Чё, Демок, смеёшься, ну? Чё смеёшься? Чё-то я старая на стену вылетела, да? Так я в оперном театре у крадеболитов ещё постарше мне выговариваю. И прям чудеса и трюльки. А я вот точно знаю, что вот нонче-нонче никаких чудес нет. А есть только одно научное предвидение. Это я, поскольку знаю, я сама работник культуры, я в клубе уборщицы работаю. Но не все ж такие старухи сознательно взять на бабку Проскова из нашего двора. Ой, да чего ж нет несознательный элемент, скажи вам. Сколько раз говорила Просковья Горовна, нашёл вдруг этот интерес, только всякого, в храм ходить, на свечки тратиться и шить крест целовать. Ну? Уже лучше бы платила 300 рублей вступительный, да вступала в общество Красного Креста ещё, я думаю, полумесяц. А она мне чего отвечает, на Красный Крест так и быть, 15, 150 рублей отдам, а к полумесяцу Магометанскому моя православная душа не лежит. И всё, в храм ходят грехи.